Мы будем рассматривать алгебраическое замкнутое поле характеристики 0 и рассмотрим на нем алгебру линь. Соответственно, первым определением будет коммутаторная длина. Коммутаторная длина вроде вводится как супремум по всем элементам из L квадрата или то же самое, что коммутанта алгебра. Длина L от А, где L от А у нас будет означать минимальное число слагаемых, необходимое для представления элемента в виде коммутаторов. Вот. Давайте я пишу L-алгебрали. Да, L-алгебрали. И это как-то назовем? Да. В целом нет, но можно ввести как… Мы просто можем L называть. А вот разложение минимальное? Да, минимальное разложение, где L от А минимальное такое, что можно даже лучше, наверное, вот так делать. Вот. Наверное, стоит начать с того, что, допустим, для конечно порожденных алгебрали такое прям очень легко получить, потому что если алгебра Ли конечна порождена, допустим, множеством X, X1, Xn, тогда любой элемент из L квадрата записывается вот в таком роде. Для этого вспомним, что любой элемент L представляется как сумма альфа и иксы плюс V, где V будет суммой левонормированных коммутаторов. Такое всегда можно сделать в силу простых тождеств скобок Ли. Давай только чуть подробнее. Что такое левонормированный? Левонормированный коммутатор — это коммутатор вида, допустим, X1, X2, X3, Xn. Вот. Такие, что они всегда заканчиваются на элемент 1. То есть слева просто скобочки, а справа так элементы? Да. Вот. Ну, собственно, элементы квадрата — это будут такие произведения, соответственно, X-ы-то у нас уйдут и останутся только скобки. Далее заметим, что вот это, по сути, тоже элемент нашей алгебры, и, соответственно, для элемента А из L квадрата он будет представляться, соответственно, как сумма, если мы перемножим, приведем к левонормированному виду и соберем подобные у каждого X-ы-тово. И тогда это будут какие-то уиты на X-ы-ты. Ну и константы мы, естественным образом, можем заносить, и у нас это операция билинейна. Вот. Далее, наверное, нужно рассмотреть какие-то простые примеры. Что сейчас было сказано? Я это не хочу. Ну, у нас есть элемент алгебры Li. Он представляется вот в таком виде. В силу того, что вот раз алгебра, конечно, порождена, то он представляется как через произведение и сумму. Вот. Далее элемент А у нас из квадрата, соответственно, он представляется как вида V. Лучше не V, а W, допустим. Вот. Это будет произведение... Ну, точнее, это вот такая, потому что мы умножать только можем коммутаторами. Вот. Это будет произведение уже вида каких-то новых коммутаторов, потому что альфы ииты, иксыиты уйдут. Вот. Допустим, это будут какие-то... Нет, ну хорошо, мы представимся это в таком виде, а дальше какое-то делается? Ну, у нас есть левонормированный вид. Мы знаем, что это тоже элемент нашей алгебры. Допустим, это будет игорь Кытая. Вот. Поскольку операция билинейна, мы можем привести все подобные при каждом иксе и внести константы, если это будет нужно. И, соответственно, у нас будет такое представление, где уиты и иксыиты, иксыиты из нашего упражнения, а уиты просто какие-то элементы, которые мы получили в силу произведения. Я правильно понимаю, что вы утверждаете, что L от L, как не смешно это звучит, меньше или равно N? Я так понимаю, что продлинует здесь не театр. Продлинует здесь... Она может быть меньше, по идее. Она меньше ли равна N? Что любой элемент L квадрат я могу представить в виде вот такой суммы. А L квадрат — это кто, коммутант? L квадрат — это коммутант, да. То есть каждый элемент коммутанта представляет в виде конечной суммы коммутанта? Да, в случае конечной порожденной алгебрами. Нет, сейчас это определение коммутанта. Нет, я сейчас начинаю понимать. Так-то коммутаторная длина может быть теоретически и бесконечной. Ну да. Но, видимо, Тимофей хочет сказать, что если алгебра L, скажем, 2 порождена, например, двумя элементами, то коммутаторная длина не больше 2. Это какое-то глубоко нетривиальное утверждение. Но оно не очень видно. Сейчас транспортно. Нет, я хотел сказать, что оно просто представимо... Нет, ладно, да, я вру. Хотя сейчас... Я так понимаю, что... Представляется, что любой элемент, вот определение элемента коммутанта — это сумма коммутатора, да? Да. А можно брать не какие угодно коммутаторы, а только такие коммутаторы, у которых один — это конкретный порождающий, ну, эти порождающие эксценты, да? Да. А Y-крипты — это любые. Нет, можно я это покажу? Вы видите, это ваш первый в жизни доклад. Да. Ну, тогда терпите. Можете написать такую формулу? Коммутатор YX плюс ZX равняется коммутатор Y плюс ZX. Вот я рискнул предположить, что... Тимофей хочет сказать следующее. Что если у вас вот последним символом торчит XE где-то, то можно все-таки коммутаторы собрать, и они станут одним коммутатором, где будет XE в конце торчать, понимаете? Угу. Поэтому он говорит, что раз у нас все выражается через вот такие многократные коммутаторы от XE, давайте смотреть вот на самый последний. То есть на самом деле мы получили оценку, что в зверхах что-то K, да? Ну, ты же сверху написано, правда? Да, ну, операция же билинейна. Правда. Поэтому вроде как вот можно собирать, вот, где XE стоит последним, все в один коммутатор. И тогда мы получим, что это будет сумма не более чем количества порождающих. Я не знаю, как я фантазирую, но похоже, чтобы оно похоже, да. И тогда получается прикольно, что если алгебрали двухпорожденные, то тогда... То любой элемент коммутатора, коммутанты, это не более чем сумма двух коммутаторов. А скажем, все полупростые алгебрали, они все два порождающие. Это известно. Ну вот. Ну, хорошо. Ну, дальше, наверное, я хотел бы рассказать какие-то простые примеры, и, допустим, начать с самого очевидного, это с АН. А это же полупростые два порожда. Вот. Мы знаем, что, ну, векторные поля на АН это дифференцирование алгебры многочленов. Это X1, Xn. Соответственно, если мы возьмем мю оттуда, то он будет представляться как сумма F1, DX, E1 плюс F, K, DX, E, K. Вот. И утверждается, что это можно получить за одну скобку. Вот. Мы сделаем, мы напишем вот такую. Так, стоп. Нет. Коммутаторная длина равна единице. Непонятно, что вы сейчас сказали. Скажите еще. Коммутаторная длина будет равна единице. Соответственно, мы любой элемент мю можем получить как одну скобку. А как вы пользуетесь тем, что этот мю вообще лежит в коммутанте? А, это алгоритм совпадает со своим коммутантом. Да. То есть вообще любой элемент можно получить? Да, любой элемент можно получить. Вот. То, что у нас совпадает со своим коммутантом, мы ссылаемся на прошлую теорему, или это может как Бобс? Ну, поскольку я любой элемент могу выразить через скобку, то любой элемент лежит в коммутанте. Сейчас нам объясняют, что в его элементе есть скобка, ну, значит, в его элементе лежит в коммутанте. Вот. Мы рассмотрим производную первую и спарим ее с G1, DX1, плюс GK, DX1. Ну, да. То есть она простая. А N слегка глазки именно. Да. Вот. Вот. Где G... G-житая у нас... Точнее, нет. F-житая — это DG-житая по DX1. Вот. Ну, в целом это более-менее влог проверяется. То есть мы буквально применяем DX1 к вот этой скобке. ну, и плюс обратно проверяем. Соответственно, потом раскрываем по правилу Лейбница, и у нас получается как раз наш элемент mu, плюс... ну, поскольку у нас частные производные, они коммутируют между собой, то вот эти двойные, и двойные, которые выскочат вот здесь, они все сократятся. Вот. Ну, сейчас G1, DX1, плюс G, K, DX1, Dx, E, K, Dx. Вот это мы раскроем по правилу Лейбница. Это будет DX1 от DX1, плюс так далее, G, K, DX1, DX1, Dx, E1. И... точнее, вот здесь минус. И минус точно такая же сумма. Вот. Ну, потому что частные производные мы можем переставлять. Соответственно, это просто будет равняться mu. Не спешите. Дайте мы все немножко задумываем. Как вы по F-ам строите G-шки? Вот. Я формально интегрирую по X1. И это всегда можно делать? То есть любое F-а такая G-шка найдется? Ну, мы любой многочлен можем формально проинтегрироваться по X1. В общем, вариантов там тоже огромное количество. Ну, никто как бы это... Мы не говорим, что они определены однозначно, просто какие-то берем. А, ну что вы только по X1 интегрировали? Да. А первый вот в этом коммутаторе просто D по... По первой переменной как раз. А, то есть даже любой элемент можно переставлять даже не просто в виде коммутатора, а в виде коммутатора, где вот первый... Да. Вот такая часть. Да. Ну, мы можем здесь любой DX-итой брать. Просто с DX1 как-то... Ну, это то, что любой элемент нашей алгебры надо переставлять как коммутатор с одним конкретным... Да. Давайте я напишу вот это. Век АН равняется коммутатору D по X1, скажем, но не важно. Да, по X1 и... И век АН. Да, то есть это вот такое забавное... Да. То есть оператор АТ, как у Сюриктина. Дальше... Погодите, а вы сразу перешли к бесконечно-мерному случаю? А про конечномерный случай там что-то написано? Про конечномерный случай там ничего особо нет. То есть если я не путаю, то вот полупростых алгебрах коммутатор на самом деле равна единице. То есть тоже любой элемент коммутанта есть один коммутатор. Но это я точно не помню. Там где-то... А Вероника есть? А в той статье, которую вы читаете, там не написано такого? Её статья — это больше работа над ошибками с этой статьей, насколько я понял. Ну ладно. Вот. Соответственно, дальше хочется обобщить как-то вот эту вещь. Поэтому пусть у нас X — гладкое, афинное, алгебраическое многообразие. И утверждается, что для любого M больше или равного единице, векторная АМ на X, она проста, поскольку мы любой элемент получим, и она имеет длину 1. Вот. Вот. Собственно, ну... То есть если какое-то афинное пространство выделяется в многообразии прямым множителем, то тоже ничего интересного не появится. Да. Ну и в дальнейшем еще увидим, что с Тором почти то же самое происходит. Точнее, то же самое. Вот. Ну, можем заметить, что это достаточно доказательное M равно 1, потому что если мы A1 можем выделить со множителем, то, ну, все остальное все равно гладкое. Вот. Ну и по индукции, в общем, можем добавлять умножители A1. Вот. Возьмем... Ну, не рамик по индукции. Ну, просто... Да, достаточно для... Да. Возьмем какой-то вектор, векторное поле. Что мы с ним можем сделать теперь? У нас есть векторное поле, ну, 1 на x. То есть в целом мы с mu можем его домножить на какую-то не нуль. Степень L больше ли равно и нуля. И это тоже... Это будет лежать в нашем векторном поле новом. Так, это бы x. x это... Да. Ну, 1 это будет спектр. К от x. Вот. Где L больше не равно и нуля. И это будет лежать в нашем векторном поле. И дальше мы можем взять еще функцию регулярную в x. И точно так же, если у нас есть какой-то x в катый dx, мы можем все это умножить на регулярную функцию на x, и мы снова здесь останемся. Вот. И хочется рассмотреть отдельно два этих случая, а потом мы можем заметить, что все остальное получается как сумма таких. Вот. Ну, мы опять, по сути, просто делаем, что берем частную производную здесь, и 1 на L плюс 1, x L плюс 1, мю. Вот так. Соответственно, ну, по тем же соображениям это будет равняться плюс... А эти штуки, они должны... Ну, эти штуки, они коммутируют. Соответственно, вот это равно нулю, а это, собственно, то, что мы хотели получить как первое. Вот. Соответственно, первый элемент у нас выражается. Со вторым мы сделаем в целом то же самое, потому что, ну, производная частная по f будет нулевой. Вот. У нас получится f xk 3 dx плюс f на xk плюс 1 делить на k плюс 1, коммутатор dx dx. Вот. Ну, это, соответственно, тоже 0. Вот. Соответственно, вот такие мы получили, а больше у нас никакой свободы в изменении векторных полей у нас нет. Вот. Потому что все остальное мы учли. Соответственно, наша алгебра, она проста. Ну, то, что она проста, мы знаем из предыдущего доклада. А здесь мы получаем, что для на равной единицы. Давайте это тоже напишем. Вот, по простому сервину нам предложение. Да. Давайте такое же напишем в следующие предложения. В общем случае, это, наверное, выгодно. То, что совпадает со своим коммутантом, в смысле полупроста, да? Нет. Мы тут недавно с Сергеем Грифутином обсуждали. Привести пример алгебры, которая не полупроста, но совпадает со своим коммутантом. Конечно, это конечный момент. Вот. Соответственно, ну... Только смотрите, х1. Тут просто один только. Ну, да, давайте. Я просто хотел записать для n. Ну, ладно. Соответственно, предложение 2. Вы иди, 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 иди. Ребят, все понимают, что происходит? Потому что, вот, Тимофей выделил 2 типа электронных полей. И каждый из них представил как коммутатор. А потом сказал, что любое электронное поле будет сумма таких. Ну, тогда любое электронное поле будет сумма таких коммутаторов. А мы не хотим сумму коммутаторов. Мы хотим один коммутатор. Но поскольку у него, таких коммутаторов, всегда первым торчит частное производное полицу, то вот можно воспользоваться вот такой штукой и собрать их в сумму одного коммутатора. Поэтому сумма таких коммутаторов, у которых первый элемент, они не тот же, опять один коммутатор. Ну, то же самое будет верно, если мы умножаем на тор. По существу используем теорема, которая была наказана в прошлый раз? Да. Нет, значительно, романная тема, это используем теорема, которая была наказана в том, что это просто. Ну, мы в целом это не используем. Можно я ввести в кружок два типа векторных полей, которые вы сейчас рассматривали? Согласны же, господа, что любое векторное поле на таком прямом произведении будет линейной конфиденцией, ну, даже с умой вот таких? Ну и тогда все. Нет, тогда вопрос в том, что зачем мы тогда рассматриваемся? То есть нам нужно где-то условия поступить? Нет, в целом. Это просто... Ну, это просто... Сколько-то замечено? Да. Про простоту вообще говорить не надо. Просто получается прикольный факт, что оператор А от вот этого частного произвольного по Х, он суммитивен. Ну, получается, как такой коммутатор. Ну, здесь аналогично мы можем просто рассмотреть n равно 1. Тогда, ну, мы Тор можем там... Будем говорить, что дифференцирование там это алгебра-вид только в случае единицы. Это дифференцирование многочленов Лорана. x-1. Соответственно, если у нас есть m, принадлежащая z, и есть nu из векторного поля из x, мы точно так же можем спарить x-m с nu и получить уже векторное поле на торе с x. И, соответственно, если у нас есть какая-то регулярная функция на всем x, и будет тут x в k, dx, где k тоже принадлежит z, мы также можем это спарить и получить векторное поле на их произведении. Вот. Наверное, я хочу начать с вот этого случая. Здесь нам нужно представить x вельтой f dx как скобку. И утверждается, что если мы это для этого должны сделать... Точнее, это был x катой. Можно какой-то рассказать? Вообще, вектор Неполя на торе, и как представляется, это так, что это там многочлен Лорана опять на d dx? Ну, это дифференцирование алгебры многочленов Лорана, что в целом там это просто производная d по x, как я понял. То есть так же, как в пространстве, только... Только степень и целая. Вот. То есть это значит определяется тем, куда переходишь. А, да, 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 да. Вот в прошлый раз мы обсуждали, вот такой Адьеван, и нетривиальный факт, что даже для формальной степени рядов это верно, хотя это не очевидно. А для рядов Лорана очевидно, что это определяется. Лорана очевидно, что мы обозначаем х от x, а все количественные люди обозначают лоран. Вот. Соответственно, ну, здесь это надо делать, потому что у нас m может быть равное минус единице, и все будет неприятно, вот, поэтому приходится делать чуть хитрее, собственно говоря. Но идея ровно та же самая. Идея ровно та же самая, да. Я только в значениях неправильно сделал. x в к, это будет L, это будет K, x в к, dx минус 1 на K минус 2L плюс 1 x в к от A минус L плюс 1 dx от x в к от A от x в L и dx. Вот. Здесь тоже надо раскрывать по правилу Леменца. Соответственно, это будет, секунду, сейчас я, да, я добавил, вот здесь я неправильно прописал, K минус L плюс 1. Вот, тогда если мы продифференцируем, у нас выскочит K минус L плюс 1 на K минус 2L плюс 1 на x в к от A dx минус 1 на K минус 2L плюс 1 на L и на x в к от A и на x в к от A снова dx. Ну а дальше это будет что-то умножить на коммутатор dx, и он обнулиться. Так что это 0. Вот. Ну а дальше мы приводим подобное, и у нас остаётся ровно f в T Остаётся ровно f на x в к от A dx. Вот. Соответственно, с одним случаем слагаемого мы разобрались. Дальше мы... А, мы отзобрались. Вроде. Но у нас теперь нет такого, что вот именно частное производное самопоседествие... Да, мы сейчас просмотрим это отдельно. Да, и нужно, ну, на L потребовать, пусть оно будет натуральным. Я же, да, с L спаривал. L я хочу, чтобы был натуральным, и такое, чтобы, ну, знаменатель в 0 не уходил. Поскольку у нас пока одно, это, ну, точно найдётся. Вот. Дальше мы также возьмём x вольтой, только здесь это будет проще, потому что у нас уже нет такой производной. Вот. Мём. Стоит, это также надо расписать. Если раскроем по правилу Лейбница, у нас снова будет x вент, и просто уже на мю. А дальше заметим, что вот здесь x вольтой просто выносится, и мы получаем опять-таки коммутатор dx и мю, поэтому он 0. дальше мы хотим рассмотреть, ну, поскольку любой элемент векторного поля у нас будет представляться как сумма таких, давайте просто посмотрим на множество значений m, которые мы можем принять. И это множество, оно будет, ну, конечным. С множество всех значений m. Ну, а натуральных чисел их как бы бесконечно много, соответственно, у нас есть только два условия, чтобы m-l плюс 1 не равнялась нулю, и k-2 и плюс 1 не равнялась нулю. Ну, и у нас, как бы, получается система уравнений, где мы, и l у нас может быть любым натуральным числом, и оно, мы всегда l такое найдем. Система неравенства. Система неравенства. Да, система неравенства, и, ну... То есть мы найдем одно такое l, которое подходит для всех случаев? Для всех случаев, да. В нашей сумме. Просто одно такое l глобально мы найти не можем, но для каждой поддельности мы можем найти такое l. Хочешь, что поддельности нас не устроит? Нет, поддельность... У нас же любой элемент будет представляться как одна скобка. Просто для всех элементов глобально, вообще всех из векторного поля нашего, мы не можем подобрать такую константу l. Для каждого поддельности можем, и, соответственно, мы любой элемент можем представить как одну скобку. Это не больно. Вот видите, вы там обвели кружок, да? Вот обведите вот тут кружок. Вот там, когда вы представляли вот те кружки, у вас первый компонент всегда была просто частная производительность. Да. Вот тут у вас, когда вы будете представлять эти кружки, у вас первые компоненты могут быть разные. Да, ну... И когда возьмете сумму кружков, у вас это не превратится в один компонент. Да. Почему? Для данного конечного числа сполагаемых... Да, просто если мы рассмотрим конкретное векторное поле μ, определенное везде, это будет там первый тор. На x, да, просто красивого результата не будет. То у нас множество всех значений m для этого μ, оно как бы будет конечно. l мы такое можем найти. И вот для каждого поддельности мы такое l можем найти. Значит, каждый поддельности мы можем представить одной скобкой. Вот. Господа, понятно? Сейчас понятно, не знаю, мне стало понятно. Дальше мы хотим... Это же действительно гладкие. Значит, пока полный облом. Мы хотим придумать пример, где у нас коммутаторная длина не единица, а пока мы докажем, что она там единица и ся не единица, да? Сейчас будет еще один облом, потом будет забавная вещь. Хорошо. Ну, на самом деле он там высказывает просто догадку, которая оказалась неверной. Вот. Мы берем гладкие финные рациональные кривые, неприводимые. И будем их отождествлять с открытым множеством v1. Вот. И, собственно говоря, хочется показать, что в таком случае длина, она не больше двух. Это будет x. Да, это будет наша... Ну, пусть c это будет как бы кривая, а curve будет c. Вот. И хотим показать, что l век от c, оно меньше или равно 2. 1 без конечного числа точек. Да, это a1 без конечного числа точек. Ну, собственно говоря, мы так и запишем, что это a1 без p1, pn. Тогда... Ну, точнее, если у нас точек 0, то мы уже знаем, что длина 1. Если у нас одной точки нет, мы тоже знаем, что длина 1. Потому что это tor. Поэтому можем считать, что n больше или равно 2. Вот. И тогда у нас регулярные функции это будут просто k от x и 1 минус x пи. Вот такое... сейчас... вот такое произведение от i равного 1 до n, 1 x минус пи в какой-то там g и 3 степени. Вот. Это будут все регулярные функции на нашей кривой. А зачем степени? Ну, их можно не сдаваться. Сейчас это должно поражаться двумя элементами, нет? Нет. У нас же есть 1 x, 1 делить на x минус p2. Мы... сейчас... n плюс одним элементом. А зачем мы тут? А почему мы можем взять x... Давайте нам еще... x и запитая единица делить на... И образе единицы... Ну, просто... А, а... x минус pk. Мне кажется... Можем, да, просто вот так сделать. Стереть степень. Ну да, тогда... Двумя элементами. Да. Двумя элементами. Вот. Дальше мы рассмотрим коммутатор с x и dx. Ну, это просто там и x и минус 1 dx по понятным соображениям. И мы хотим... Ну, также заметим, что если у нас, допустим, это будет 1 на x минус p и в какой-то r и той степени dx, то это будет минус r и делить на x минус p и в r и плюс 1 dx. Вот. С другой стороны мы рассмотрим вот такую скобку с... Ну, уже один просто x минус p и dx. Вот. И... Здесь... x dx, 1 на x минус p и dx, минус 1 x минус p и dx, x dx. Вот. Ну и просто посчитаем, что будет. Соответственно, это будет минус x делить на x минус p и в квадрате dx, и все остальное 0, потому что это снова коммутатор двух частных производных. Вот здесь приведем это к более хорошему виду. Вычтем и добавим p и в числителе. Соответственно, у нас это будет минус 2 на x минус p и dx и плюс p и на x минус p в квадрате dx. Если я сейчас не ошибся нигде. Да. Вроде бы все так получается. Нет, я не вру. Хотя нет, вру, здесь минус. Вот. Потом хочется сказать, что вот такого вида векторные поля мы легко умеем получать. А для больших степеней нам вот достаточно вот таких будет двух. Потому что большую степень мы уберем вот этим, вот с лагаемым с квадратом при нужных множителях. А нужную нам степень получим. Соответственно, мы любой элемент можем представить как сумму двух теперь. А то есть спереди либо частная производная, либо x dx? Вот. И из этого мы можем сделать вывод, что длина вот векция, она меньше или равна двух. И автор статьи дает предположение… Какие статьи? Предположение… Авторы в три. Авторы, да. Авторы дают предположение, что a1 без p1, pn, где n больше или равно 2, она в точности равна 2. Что по предположению в математике часто как обычно называют? Ну это ложь. Неважно. Другое слово. Догадка или как? Нет. Какая? Гипотеза. Гипотеза. Хорошо. Просто у него отдельно эти гипотезы, а это он высказывает именно как догадка, если дословно переводить. Они высказывают как догадка. Конжекция. Они высказывают, они гипотезы. Нет, конжекция – это стандартное слово для гипотез. Хорошо. Вот греческая hypothesis – это скорее предположение в смысле, что мы предполагаем, что a равно b и там что-то докажут. А когда это вот гипотеза как догадка, как вы говорите, то это конжекция. Раз мы рассмотрели случай рациональных кривых, то дальше логично рассмотреть случай нерациональных кривых. И для этого надо вести… Я остановлюсь. То есть вот это высказывают как гипотезу и больше ничего про это не говорят? Они говорят об этом в следующей статье, которую будет рассказывать Вероника. А, то есть Вероника нам все еще раз про это рассказывают? В том числе, по идее… Ну там это вроде доказывается, по крайней мере. Что доказывается? Что это неправда. Что равна 1? Что равна 1. Для этого мы рассмотрим неприводимую гладкая нерациональная афинная кривая. И мы хотим сказать, что имеет особую точку в бесконечности… Единственная особая точка в бесконечности… Если она представляется как гладкая проективная кривая без точки c бесконечности… Причем замкнутой точки… А, не особая, а единственная точка. Ну извиняюсь. Ютуб это предполагает? Да. Мы это будем предполагать. А это не говоришь особо или не особо? Нет, там именно говорится «визъюнику place at infinity», но возможно я очень ошибаюсь в этом. Или в чем-то неправ. То есть они просто берут неприводимую кривую проективную и удаляют из нее одну точку? Вот получается некая афинная кривая, вот только такие рассматриваются. И они еще просят, чтобы касательный пучок был тривиален. Тогда… Это надо понять. То есть… Нам нужно, чтобы касательное расстояние в нашей кривой все равно было просто прямым произведением кривой на слой. Ну мы это скажем, мы с помощью этого поймем, как выглядит у нас наше векторное поле на кривой. Вот. Тогда утверждается, что коммутаторная длина, ну то есть l от век от c, она больше единиц. Причем он строго больше единиц. На этом пути они строят пример… Нет, они дают пример как афинная кривая? Да, это афинная неприводимая гладкая нерациональная афинная кривая, которая вот у нас имеет единственную точку на бесконечность. Значит, мы взяли какую-то гладкую нерациональную афинную кривую… В геналютную точку. А в той гладкость афинной кривой? Да, это есть. В смысле… Ну, сейчас бывает, что-то нормально. Нет, ну… Особая точка… То есть то, что стало, должно быть гладким. Да. Здесь можно описать это касательно расстояния. Ну, помнится мне Роман, а вот для афинной кривой нерациональная касательно расстояния? Ну, вот для таких оно будет… Ну, вообще для плоских кривых оно тривиален. Я не считаю, что зря сказал. Просто вообще сам термин разве и употребляется такой? У него… У него… Оно именно тривиал-танген-шиф. То есть он употребляет именно вот в этой формировке. У него же это применение лучше касательно расстояния тривиал. Вот. Ну… Скажу, давайте докажем, а потом подумаем, когда это бывает. То есть если вы будете доказывать, а мы будем думать, когда это бывает. Они приводят пример вот таких многочленов и доказывают. Потом они еще вот говорят про плоские кривые отдельно. Я сейчас скажу про какие именно. Ну, плоская непроводимая нерациональная афинная кривая. Вот с единственной точкой бесконечности она будет иметь тривиальный касательный пучок. Как они и доказывают. Вот. Но это я вряд ли докажу. Нормально. Ну, соответственно, мы возьмем вот проективную кривую из того нашего определения. И по предположению рот c бесконечность у нас будет g, которая положительна. Вот. Потом заметим, что обратимые регулярные функции на кривой — это только константы. Потому что мы из проективной кривой выбросили только одну кривую. Иначе бы у нас нарушалось все. Вот. Потом мы пользуемся тривиальностью касательного пучка. И говорим, что у нас векторное поле c — это будет регулярные функции на c на tau, где tau — это векторное поле, определенное на всем x, и оно нигде не 0. То есть, это совсем легко понять, что касательно расстояния тривиально — это равносильно потому, что есть такое реакторное поле, которое нигде не обращается в 0. Не 0. Не 0. Это же вроде как очевидно, что это равносильно. Пока Тимофей дальше расскажет, давайте все равно. Как на лимфический кривой построить такое реакторное поле? Нам надо пользоваться тем, что лимфическая кривая получается просто из c факторизацией по такой решетке. Ну, хорошо, пускай теперь продолжает. Пока мы хотим заметить, что касательный пучок будет иметь степень 2-2g. И у нас это будет, соответственно, представляться как… Ну, точнее, мы посмотрим на локальное кольцо, вроде бы, если… А можно еще повторить первую строку? Что там сказано? Ну, мы берем вот эту проективную кривую из этого, и мы смотрим на род c бесконечности, и он будет равен g. А род c бесконечности — это что? Ну, это просто род. Род — это кривая. Число ручек. Число ручек — это… И он должен быть не 0. Ну, он положительный по тому, как мы предполагали. Потому что мы берем нерациональную кривую. Потому что мы берем нерациональную кривую. Так. Угу. Вот. У меня просто от c бесконечности там что-то… А вот почему-то они так обозначают root. Ну, имеется в виду противную кривую. А это их обозначение для рода этой кривой. Да. Просто вот на левой доске там с конечностью это то же самое, да? Ну, как я понимаю, да. Просто вот они используют именно такие обозначения. Минь, я думаю, это какая-то печатка. Ц бесконечности они явно обозначают одну удаленную точку. Ну, тогда там черночка должна быть в другую сторону. Да. Я… Я… Здесь… Вот… c бесконечности… А тут просто кривая, удалили c бесконечности. Да. У кривой род g больше или равно 1. Да. Вот. Далее предположим, что tau можно представить как кси ν, где кси ν — это будут какие-то векторные поля на c. Вот. Тогда кси у нас будет f tau, а ν — это g tau по тому, как мы описали, как выглядит векторные поля на кривой. Вот тут вы начинаете уже пользоваться тем, что Иван в прошлый раз доказывал. Потому что вы считаете, что вы уже знаете, что любой элемент лежит в коммутанте. Да. И вы предполагаете, что любой элемент есть в коммутанте, а вы получите противоречие. А чтобы знать, что любой элемент лежит в коммутанте, надо пользоваться тем, что Иван в прошлый раз доказывал. Так, тут, наверное, лучше стоит стереть. Вот у нас будут какие-то многочлены. И потом мы посмотрим на многочлены f и g как на рациональной функции. На проективной кривой. Вот. Потом вот за r как раз обозначим локальное кольцо проективной кривой в точке c бесконечность. И t у нас будет параметром максимального идея. Рассмотрим порядки f и g в точке c бесконечность. Пусть они равны. Тогда посмотрим на... Тогда они как класса в r t-1 будут представляться как f, a, f, t, t в эльтой и g, a, j, t, t в эльтой тоже. Где a, f и a, j лежит в r без tr. Потом мы профакторизуем r по идеалу и мы получим поле. Причем... Вот. Посмотрим на классы a, f и a, j при этом отображении, назовем их a, f с чертой и a, j с чертой. Тогда лямбда равная a, f делить на a, j и a, f минус лямбда a, j, оно будет лежать уже в нашем главном идеале. Потом мы делаем вывод, что степень в c бесконечность, точнее в ru порядок, порядок. От f минус лямбда g он больше или равен l плюс 1. Вот. Ну тогда, f минус лямбда g на тау g тау… Это будет то же самое, что f tau, g tau. И это будет то же самое, что tau. Вот. И здесь вроде бы есть противоречия с ой порядками, потому что тогда порядок должен казаться отрицательным. И сейчас это попробую расписать отдельно. Сейчас, может быть, пока не стерли, давайте еще раз. Значит, что мы предполагаем, что tau представляется в виде коммутатора двух? Да. То есть это результат с прошлого раза? Нет, мы хотим прийти к противоречию, поэтому предполагаем обратное, что оно представляется в виде одного коммутатора, потому что тогда будет любой представляться как один. А, да, мы доказываем, что коммутатор двумя еще двумится. Так, что представили, значит, вот там вот так вот появились вот f и g. Да. А еще f и g рассматривали как рациональные функции на этой проективной кривой? Да. И рассматривали все в локальном кольце вот этой проективной кривой в точке c бесконечность. И... Эта точка сейчас, она может быть особой, да? Нет, мы предполагаем же, что все гладкое, да. Ну, в локальном кольце они не решат, потому что они как раз имеют полюса. Ну да, ну, мы можем порядки их посчитать. Да, они имеют отрицательные порядки, они имеют полюса. Потому что, смотрите, они регулярны вне этой кривой, вне этой точки c бесконечности. Поэтому там у них точно не могут быть привязать. Да, потому что регулярны на всей проективной кривой только константы. Поэтому вот в этой c бесконечности они обязаны иметь полюса. Ну, вот какие-то порядки полюсов. Мы предполагаем это. Просто там у него очень странно это написано, потому что он сначала говорит, что можно считать, потом предполагает, что они равны и не приходит к противоречию в этом. Возможно, это я глупый и мало понимаю просто во всём этом. Так. Может быть, за счёт того, что они прокоммутировали, порядки не сократились. То есть они это предполагают, а потом к противоречию не приходят? Ну, я не увидел его. То есть, вот, по-моему, вот эта последняя выкладка, а дальше рассматривается степень... То есть дальше ни в какой момент не утверждается, что порядки разные? Нет, дальше утверждается как раз, что они не равны. То есть они действительно доказывают, что они не равны? Ну, что если они не равны, то мы приходим к противоречию. А до этого они говорят, что можно считать, что они не равны, но, возможно, я где-то... Просто потом они говорят, что они равны, и как раз вот в этих классах степень одинаковая. Соответственно, это не может быть опечаткой. То есть сначала они рассматривают случаи, когда они равны, и, по идее, должны его исключить, да? Да. Потом случаи, когда они не равны и тоже исключают. Да, где они не равны, они исключают через степень. Мы рассматриваем числа n кси, которые равны порядку в c бесконечность кси, и это в точности 2-2g плюс орд от c бесконечности от f. И n nu — это орд от c бесконечности от nu, и это 2-2g плюс порядок в g бесконечности. И мы предполагаем, что n кси не равно n. Тогда 2-2g равно орд от c бесконечности от tau tau равно, ну, орд от c бесконечности от кси nu равно n кси плюс n nu минус 1. Дальше мы просто это подставляем, и у нас получается 2-2g плюс порядки. Ну, под порядком кси в c бесконечности мы понимаем порядок этого как полюс порядка. То есть мы рассматриваем это вот так. Мы опять считаем, что кси — это какая-то функция на tau или кси? Ну, видимо, мы выбираем локальный параметр в окрестной ситуации c бесконечности. Переписываем это как частную производную по этому локальному параметру на какой-то коэффициент. И смотрим на параметр, наверное, кси — это вот коэффициент. Что за формула? Ну, у нас это представляется как f tau, соответственно, нам нужно порядок tau и порядок f. Вот. Соответственно, отсюда получается такая формула, потому что коммутатор съест одну степень. Ну, это вроде как эйлеровых характеристик всего этого дела получается, насколько я понимаю. Какая вообще h? Что его называют пояском векторного поля? Нет. Ну, возможно, я плохо читаю. Да. Ну, по крайней мере… Та вот векторное поле, правильно? Та вот векторное поле, да. Какие-то идеи мы понимаем, что вот предположили, что равен коммутатору, и что-то там такое с полю сами считаем, и при том противоречит. Но в деталях не получается. Да. Ну, и просто проведем подобное, и получится, что это будет 2g-1 равноort c-бесконечность f плюсort c-бесконечность g. Такого быть не может, потому что вот это число положительное, потому что g больше или равна единице по нашему предположению. Значит, хотя бы один из порядков должен быть положительным. А как мы заметили, такого быть не может, потому что это полюс. Вот в этом противоречие. Хорошо, ну давайте достанем… В каких-то деталях не получилось. Вот вопрос. Тут мы возьмем уже равное нулю. Вроде бы даже это равенство все равно нельзя удовлетворить, потому что став будет минус единичка, минус 0. Так это лежа равного нулю тоже. Но… Ну, хотя бы какое-то должно быть равно нулю тогда. Это просто прямая А1. Это есть по 1, вы просили одну точку. Для А1 мы помним, что все получается частный производный коммутатор с чем-нибудь. У частного производного коэффициент константы единицы. Поэтому у нее порядок будет нулевой, а у второй будет порядок минус 1. Что-нибудь такое. Вот. И нет противоречия. И нет противоречия. Вот. А так у нас есть противоречия. На этом доказательство вроде как свершается. А все-таки вот про векторное поле. Можете нарисовать плоскость и на ней нарисовать решетку? Да. И вот элитическая кривая – это просто фактор плоскости по решетке. Да? Вот той получается. И вот давайте нарисуем какое-то постоянное векторное поле. Постоянное – это вот… Ну, например, вот такое. То есть каждый… Не-не-не. Векторное поле – это же по вектору в каждой точке? Да. Но все эти векторы будут одинаковыми в каждой точке. Да. Вот в каждой точке торчит, например, вот такой вектор вверх один, да? Ну, да. И, видимо, это постоянное векторное поле спустится на фактор. И будет нигде не обращающимся одно регулярное векторное поле аналитическое привозное. Это доказывает тривиальность касательного рассвоения аналитического. И оно будет ограничено. Да. Ну, это хорошо. Ну, в Ямате надо продумать, но, видимо, да. То есть, может быть, для какого-нибудь удачного уровня этого. Это было бы странно. Я думаю, все эти векторы на поле ничем друг от друга не отличаются. Ну, в общем, как следствие, они высказывают то, что если вот у нас кривая C удовлетворяет всем условиям, кроме тривиальности касательного пучка, и она у нас в А2 живет, то тогда как раз длина векторного поля C будет больше или равна двойке, то есть условие про тривиальность касательного пучка будет выполнено. Но они это доказывают с помощью гомологической алгебры, которую я не очень сейчас хорошо расскажу. Погодите, но эти тривиальность должны быть нерациональные? Нерациональные, да. Я говорил в условиях определения теоремы, только опустив одно условие про тривиальность касательного пучка. Дальше после всего этого они рассматривают пример как раз, когда у квадрата равно h от x, как мы предполагали, без кратных корней. dkh равно 2g плюс 1 или g больше или равного 1, и тогда утверждается, что все будет выполнено. Ну, говорится, что C будет гиперэллиптической кривой с проекцией по координате х у нас будет SfA1, и это будет подниматься до двулистного отображения из нашей кривой в пэде. Дальше, поскольку степень у нас нечетная, мы пользуемся формулой Риммана-Бурвитца. И говорим, что C имеет род G вследствие этого. И C-бесконечность у нас будет точкой вертвления нашего отображения π. Ну и, соответственно, у нас как раз в C без C, это π-1 от бесконечности, как раз будет нашей единственной точкой. Ну, соответственно, мы получим, что длина больше или равна 2. Пример, иллюстрирующий плоскую кривую с конкретным видом многочлена, у которой квантаторная длина больше или равна 2. А, то есть это следствие, я в частном доказательстве, я в частном случаю? Да. То есть в следствии они, получается, доказывают, что для плоских, кривых, касательно этих получилок автоматически примяли? Ну, я пропускаю это доказательство, вот. Ну и, соответственно, получаем вот такой факт. Наверное, последний факт, который я тоже уже не докажу, но… В общем, возвращаясь к началу рассказа, если у нас же будет линейная нетривиальная алгебраическая группа, связанная, и пусть она не полупроста, тогда будет равна единице. Не полупроста? Не полупроста. Или полупроста? Не полупроста. Вот. Так, а такое откуда? Нет, они это доказывают отдельно, но я не успею сейчас воспроизвести, наверное, уже. А в случае, когда полупростые, то непонятно? Да. Ничего про это нет, по крайней мере. Вот. В случае, когда полупроста выделяется? В случае, на самом деле, я по-моему, можно другую. Только это будет не ТОР, скажем так. Это будет другой ТОР. Да, то есть никак по другу. Никак по другу. У Пакова даже статейс на эту тему. Нет, оно выделяется как через то, что у нас изоморфизм с прямым произведением получается уже там с унипатентным радикалом на GSS, на GTOR, где там ТОР это будет максимальный под ТОР, а GSS у нас будет коммутатором редуктивной штуки, где под редуктивной и под группой мы будем понимать же фактор положим. Тимофей, совсем не только говорите. Смотрите. Вот на уровне групп, конечно, это не есть прямое произведение с унипатентным радикалом, но на уровне многообразия… На уровне многообразия, вру, да. Это на уровне многообразия. Поэтому там действительно выделяется множитель. Да, да. Потому что унипатентный радикал – это всегда финальная пространство. Да, вот. Дальше вы видите странные вещи. Определим GSS как коммутатор редуктивной части. Определим. Только редуктивную часть не надо определять как фактор, потому что должна быть подгруппа в G, а не фактор. Но… Она изоморфна. Она изоморфна, да. Есть такая подгруппа, которая изоморфна этому фактору. Неправда, что GSS и GTOR будут прямым произведением. Это видно на примере GLN, потому что скалярные матрицы пересекаются с SLN в конечной подгруппе. Но если я не ошибаюсь, можно повозиться и доказать, что ТОР все-таки выделяется прямо множителем. Только вот не так легко, как вы думаете. Ну, у них, по-моему, вот именно так это сформулировано. Ну, возможно, я ошибаюсь. Ну, идейно понятно. Вот так надо быть более аккуратным. И что они тогда, получается, на что должны сослаться? На недавней работе Попова? Да, да. Да, они на работу Попова ссылаются. Если не ошибаюсь, Поповцами отвечают вопрос о том, когда две ленинговые слины, при замоке как алгебраическая многообразия. Наверное, это все, что я хотел рассказать. Спасибо большое. Есть еще какие-то вопросы в комментариях?